Я беру белый и пошел, 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 пошел до остывшего металла. Эта картина Анатолия Попова особо выделяется среди других работ, ведь на его полотнах зачастую преобладают синие оттенки, которые, как говорит мастер, дают воздух и глубину. Здесь же главный – каленого металла. Основная задумка – показать владение навыками работы одним цветом. Самые яркие тона – это металл белого коленя, а самые темные тона – это уже остывший металл. И я показал в этой картине градацию металла от светлого к темному, потому она и смотрится вот такой красной, хотя там оттенков еще больше. А некоторые даже не замечают, что работа исполнена в красных тонах, воспринимают как естество. Анатолий Васильевич – праправнук известного художника Александра Попова-Московского. Кстати, на одной из картин сам знаменитый родственник. Я поехал в родные края, искал его, искал могилу с музейными работниками, встречался с историками, краеведами. В конце концов, все это нашел. Приехал я домой, и снится мне сон. Я вижу моего прапрадеда, и он говорит, ну что ж ты был у нас, а ко мне не зашел. Я им отвечаю, а где я должен был тебя найти? А он мне в ответ, а я здесь живу в церковной сторожке. Проснувшись утром, Анатолий Васильевич взял карандаш, мольберт, чтобы сделать набросок. А уже через неделю свет увидел готовое полотно под названием «Всеми забытый». А вот первой его работой была лошадь. Как говорит художник, детская неуклюжая, больше похожая на грабли. Приблизительно такую он для нас изобразил. А здесь бережок, а вот здесь стоит дерево. Скорее всего, это береза. Вот и получился пейзаж. Без солнца не может быть. Получили картину «Лошадь на водопое». Вот он, момент вдохновения, когда к метру сразу приходит видение картины, и тут же делается набросок, который потом станет основой сюжета. Затем его дополнят тщательно прорисованные детали. Даже самые мелкие от кисти художника не скроются. Приходите на выставку в Краеведческий музей. Вы все увидите сами. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».